привет дорогие друзья это аудио школы диджея грубо и сегодня у нас в гостях один из самых известных диджеев нашей страны музыкальный продюсер музыкальный директора рекорд лейбла luxury music участник white sensation правильно да я сказала white sensation в к фест резидент радио рекорд и рекорд мега микс да абсолютно верно да у меня зовут диджея баур всем привет рад находиться в вашей студии снова у вас всегда здесь круто позитивно поближе да к микрофону всегда добрая отличная компания поэтому всегда рад прийти к вам гости сегодня уже на интервью баур расскажи пожалуйста о себе это же твое настоящее имя правильно настоящими это имя обычное казахское имя я родился в казахстане мы же думали что это какой-то твой сценический псевдоним на самом деле да многие думали что диджей баур это немецкий продюсер даже когда я начинал выпускать свою музыку выпускал ремиксы все думали о прикольно диджеи из германии выпускают такие крутые ремиксы в москве много их играли когда все узнали что это диджеи из казахстана все-таки но ничего себя мы думали что ты из германии интересно бау расскажи о свою историю почему ты выбрал путь музыканта кто были твои кумиры и почему и почему именно диджеинг на самом деле все просто мне посчастливилось родиться в то время когда был расцвет танцевальной музыки это 90-е года тогда все помнят на что каждый месяц выходили какие-то громкие хиты мега хиты которые до сих пор используются и выпускаются десятки каверов это такие как ритм из а дэнсер допустим what is love я думаю эти треки все знают freed from desire и в то время я мелкие включая телевизор или радио и слушая вот эти треки там какой-нибудь мистер вейн по телеку показывает то просто было сумасшествие эффект был просто бомбически максимально и именно для молодого поколения это было очень круто слышать такую музыку которая вот только появилась которая качающая которая динамичная позитивная с крутым вокалом с рэпчиком с очень как сказать таким громким женским вокалом профессиональным да то есть треки настолько качали что они прокачивали не только молодое поколение я думаю танцевальная музыка тогда была мейнстримом и для взрослых людей все слушали танцевальную музыку начиная там с евро дэнса начало 90-х потом потом уже пошел на хэппи хардкор какой-нибудь середина 90-х евро хаос и так далее очень много было направлений очень много было интересных направлений это мне влекло и я думаю это была мечта во первых заниматься музыкой повторить то что ты слышал именно по написанию музыки и потом уже диджейство это тоже стоять на дискотеке когда я походил на первой дискотеке мне было лет десять и мне было интересно диджеи ставили тогда такую музыку допустим как тот же самый мистер вэйн потом get away рита миссо дэнсер и я слышал думаю блин прикольно диджей ставит сводит треки хочу также это было в казахстане правильно это было да в казахстане это было очень давно хорошо а значит тебе 10 лет и ходишь на дискотеке это твоя там маленькая мечта назовем это так а что было дальше то есть как ты конкретно пришел к диджеинку тебя есть музыкальное академическое образование либо ты пошел учиться на диджея да то есть как ты попал нам в первые свои клубы ну сразу сделаю оговорку то что в 10 лет я наверное один раз ходил на дискотеку со старшим братом то есть я не ходил постоянно на дискотеке может быть следующий мой визит на дискотеке был ну там уже более взрослого возрасте начиналось все со школьных дискотек наверное со студенческих дискотек ты там диджейл да я пробовал да сводил треки мне сам процесс сведения треков нравился именно как диджейство а потом уже написание музыки появились первые программы если кто помнит dance и джей dance машин music generator fruity loops acid cubase и так и все понеслось и соответственно вот эти первые шаги которые я делал в казахстане именно они потом послужили толчком для развития моей диджей карьеры музыкальной карьеры а сводил ты музыку на чем в то время чтобы понимать это просто я когда общаюсь с такими уже мастодонтами они рассказывают там про бобины про кассета у тебя уже диски были на кассетах я сводил дома так когда уже начинал в клубе играть конечно же это были пластинки пластинки это прям вообще огонь это очень круто это очень крутой процесс очень сложный процесс но в то же время очень интересно когда ты подбираешь это сейчас можно нажать sing и треки просто они сами с собой сведутся тогда нужно было пластинку достать выбрать подогнать скорость чтобы она ровно сводилась это был очень увлекательный процесс вот он у меня очень очень нравился мне очень вдохновил Потом были, ну вот сейчас, допустим, проигрыватели пионеры отдельно стоят, а раньше были такие сдвоенные, не пионеры, они назывались Denon, Gemini, очень много было разных фирм, и если сейчас при сведении треков диджея пользуются джогом большим, то есть как пластинка, то раньше это было плюс-минус, то есть если трек чуть быстрее играет, нажимаешь на минус, если медленно, нажимаешь на плюс, то есть было что-то другое совсем. А потом уже появились пионеры, сначала пионеры сотки, я помню, ну вот как пионеры, допустим, сейчас, сегодняшние, но они такие поменьше были, потом уже пятисотые, восьмисотые и так далее, то есть на них я и учился играть. Самостоятельно, да? Да, конечно, самостоятельно, просто я когда именно в 90-х слушал очень много музыки, потом очень много сетов начал слушать диджеев, ну помимо продюсеров я слушал и сеты, допустим. Те, кто писал хорошую музыку, они, ну, зачастую были диджеями, взять того же ATB, допустим, Диест, Дэвид Гетт тоже попозже появился, а до этого, какие еще имена можем привести, Дафт Панк тоже диджеи, Дафт Панк одни из моих любимых продюсеров, именно с второй половины 90-х, очень-очень нравилось их творчество, но они тоже сводили, я слушал их сеты, как они все это делают, и как-то уже сам представлял этот процесс, сначала дома пытался сводить на кассетах, то есть там брал два магнитофона и пытался между собой сводить, а потом уже, когда появилась возможность играть в клубах, это уже был другой уровень, пластинки, вот эти деки пионеровские, и свести трек, это для меня было нечто вообще фантастическое, когда мне просто, ну я тогда не работал диджеем, но мне давали типа старшие товарищи, ну ладно, хочешь, давай сведи трек, и когда я сводил трек, блин, ну это было реально фантастика, я был, ну, такой счастливый, особенно когда эти треки сводились ровненько, прям ровненько, без единого там, раньше назывались это кони или табун лошадей, когда диджеи не умели сводить, там такой табун был, там просто, ну, уши заворачиваясь трубочку, а когда ты сводил прям ровненько, все красиво, это было вообще прям, ну, высший класс, высший пилотаж, поэтому я вот сейчас вспоминаю, и, ну, на самом деле, такие чувства, наверное, не повторить никогда, вот эти первые сводки, первые сеты в клубах. Расскажи про первые сеты в клубах, как ты вообще попал в клубную индустрию, я так понимаю, что ты попал в нужное время, в нужное место, у тебя была какая-то тусовка музыкантов, которые тебе помогли, правильно? Ну, начинал я все с Казахстана, как я говорил, первые выступления были в Казахстане, я помню тогда, когда начинал свою карьеру, я играл шесть дней в неделю, шесть дней в неделю. А сколько тебе лет было? А мне было шестнадцать лет, шестнадцать лет, да, я еще учился в школе, да. Да ты что, вот это да! Да, вообще, я играл шесть дней в неделю, но это была очень крутая школа, это была очень крутая практика, и у меня был только один выходной, это понедельник. На понедельник обычно были ставпати в городе. А школа, университет? Ну, школа, я ходил в школу, учился параллельно, да, но я на первых уроках просто спал иногда. Ну, еще бы, как здоровье, так где брать? Ну, тогда здоровье было богатырское, ну, молодой, там, шестнадцать-семнадцать лет. Спать в любом случае нужно? Да, конечно, конечно, усталость накапливается, это я потом уже понимаю, тогда я не понимал, я весь одиннадцатый класс проработал в клубе, получается, по шесть дней в неделю. Причем раньше диджеи играли не два-три диджея за ночь, а одного резидента ставили, то есть я начинал в одиннадцать, да, с одиннадцати до трех играл сеты свои. Но это очень хорошая практика, очень хорошая школа, да, конечно, здоровье чуть подшатал, но для того времени это нормально, сейчас бы я этим уже не занимался. И молодому поколению тоже не советую так делать. Раньше просто чуть другие условия были, но чтобы пробиться, нужно было именно так много и усердно работать. И плюс по понедельникам я еще ходил на ставпати, чтобы послушать других диджеев, кто что играет, что-то полезное для себя, какую-то новую музыку, общение и так далее. Ну, то есть такой режим был, все это началось с Казахстана, потом во второй половине нулевых я учился в Москве, параллельно выпускал свою музыку, начинал уже выпускать трамиксы. Ты, извиняюсь, то есть, чтобы там цепочку не потеряли наши слушатели, я правильно понимаю, что ты заканчиваешь школу в Астане, параллельно еще и диджеешь, и на высшее образование ты летишь уже в Москву. И начинал я высшее образование в Казахстане, мне повезло то, что именно в год, когда я закончил школу, открылся казахстанский филиал Московского государственного университета. Прямо в этот же год, когда я закончил школу, представляете, как повезло. И я поступаю туда, и там была возможность перевестись с казахстанского филиала в Москву. В МГУ? Да, в МГУ, но я даже жил в общежитии. Нихило так. Я в общежитии на Воробьевых горах жил. Да ты что? На первом этаже, на пятом этаже. У меня даже был вид на Воробьевы горы, представляете? Это был очень шикарный вид, и очень крутое время, особенно весной. Тебе повезло, конечно. Да, открываешь окно, Воробьевы горы, вообще все дела. И даже, ну, посчастливилось пожить в общаге в студенческие годы. И вот, и параллельно, когда я был студентом, я пытался писать свою музыку, ну, параллельно играл в клубах, но уже не так часто, как раньше, не каждый день. А как ты попал в московские клубы? Ну, не сразу, не сразу. То есть, когда я учился в университете, эти выступления были не такими частыми, как сейчас. Но потом произошло очень интересное знакомство со своим партнером и с другом, с которым я работаю до сих пор, с Антоном Диджием Нитрино, который был у вас тоже на интервью. И вот, и, соответственно, когда мы уже начали сотрудничать, когда я начал работать с московской командой, вступил в лейбл Elle Music, это прям очень хороший толчок мне дало в карьере. И тогда уже я начал играть чаще в московских клубах, потом первые гастроли пошли, более уже интенсивно. Соответственно, я думаю, это знакомство... А произошло это знакомство вообще тоже удивительным образом. Тогда я находился в Астане, это не помню какой год был, то ли восьмой, то ли девятый. И тогда я уже выпускал много музыки, много ремиксов. Мои ремиксы играли на танцполах в России, СНГ, ближнего, дальнего, зарубежья. И в один из дней в Казахстан, в Астану прилетел с гастролями мой будущий друг, диджей Нитрино. Но я его не знал, он меня тоже не знал. Но у нас был общий друг, он его позвал на гастроли. И, в общем, он прилетает и играет очень много моей музыки в сете. Да ты что, прикольно. Прям чуть ли не начинает с моего трека, потом там четвертый, пятый трек мой играет, потом десятый трек мой, потом пятнадцатый. Но у меня никаких планов не было, никаких целей, допустим, с ним познакомиться, какие-то меркантильные цели у меня тоже нет. Я просто, у меня был еще один друг, который стоял рядом с ним, тоже резидент этого клуба. Он просто стоял рядом, помогал, если что там, пока он играл. Он говорит, блин, прикольно, ты играешь треки нашего резидента, который перед тобой тебя разогревал, ты очень много его треков играешь. Он говорит, а кто это? И он называет, вот, ты же играл, диджей Бауру и Микс, он говорит, блин, как так? Я типа думал, что это диджей Бауру, это какой-то немец там, или немецкий продюсер, он тоже не знал, что... Вот, он приехал в Астану на гастроли, и он играет треки диджея, который находится в этом клубе. Который его разогревал. Да, который его разогревал, а я стою, слушаю его сет, я даже не знал об этом. Я даже не знал, я думаю, о, прикольно мои треки. Но, на самом деле, до этого диджея приезжали, тоже играли мои треки, но не в таком количестве. И так получилось, что именно с Антоном мы познакомились уже и более близко начали общаться. Потом он улетел в Москву, я какое-то время был в Астане, потом я летал по учебе в Москву, потом, ну, там, по своим делам, какие-то гастроли были, но не частые. И потом уже как-то летом мы решили уже более интенсивно работать вместе, сотрудничать. Первые гастроли совместные были на Казантипе, это то ли восьмой, то ли девятый год, мы вместе полетели, и с этого все началось. Потом я уже решил окончательно переехать в Москву и более серьезно заниматься диджейством. Так вот все и произошло. Очень интересная история. Очень интересная, очень занимательная. У меня есть такое подозрение, как будто бы вот у тебя реально на судьбе было написано быть артистом, диджеем, потому что, судя по тем событиям, которые происходили в твоей жизни, это все вот прям само собой разумеющееся было. Да, 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 это как-то произошло само по себе. Ну, в жизни много так происходит, то, что ты пытаешь что-то так влево-вправо, там, что-то пытаешься поменять, но на самом деле есть судьба и путь, по которому ты идешь. И я говорю, когда, допустим, прилетел диджей Нитрино, да, это звезда, там, московских клубов, у меня не было никаких целей, там, типа, познакомиться. Ну, бывает же такое, приезжаешь на гастроли, там, к тебе все, там, о, как тебя там зовут, давай, пойдем, там, выпьем туда-сюда, начинают, ну, к тебе подходить, там, пойдем за наш столик, да, послушаем мои треки, а давайте отправлю, там, а поделись эксклюзивом. Но у меня такого не было никогда, то есть я, как бы, и там играл, и здесь играл, и, то есть это знакомство просто произошло, ну, как бы, просто привет, 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 абсолютно свободно, без каких-то меркантильных целей, ну, никто никакие цели не преследовал, и просто это, ну, гармонично, максимально гармонично произошло, поэтому... Расскажи нашим слушателям про написание музыки, про твои ремиксы, я правильно понимаю, что у тебя больше изначально была ремиксовая история, то есть ты брал какие-то, да, как вообще это повлияло, то есть, если бы ты не писал, например, свою музыку, то, возможно, твой путь был бы более долг? Возможно, возможно, ну, опять же, вернусь к нулевым годам, когда в начале нулевых все помнят, что очень популярным направлением было R&B и рэп, все помнят 50 Cent, Beyoncé, G.Lo, Timbaland, Nelly Fortada и так далее, до сих пор эти треки играют на танцполах, и в то время выходили оригиналы, R&B-шные, рэперские, но не было хороших ремиксов, а все любили ровную бочку, в клубах играли все ровную бочку, и все хотели слышать эти же самые хиты, только в ремиксах с ровной бочкой, и тогда, помню, выпускали ремиксы Smash, DJ Vinny, они как бы и были примером для меня, я подумал, блин, ну, DJ Vinny круто выпускает, нужно тоже попробовать, но на самом деле не так много ремиксов выходило, не так много диджеев писали музыку, поэтому я думаю, блин, ну, если есть спрос на эти треки, нужно их делать, и начало именно с этого, и поэтому эта тема сработала, мои ремиксы, мои работы начали играть, ну, как я и говорил, в СНГ, ближняя, дальняя, зарубежная, даже где-то в Штатах, там, на разных континентах, ну, так обо мне и узнали, а потом уже, ну, как бы, мы вышли на более, там, высокий уровень, помимо ремиксов начали и треки выпускать, и там, и радио-шоу появилось потом, и так далее, ну, все закрутилось, завертелось, и оставалось только работать, и все, не покладая рук. Да, у меня такой вопрос, скажи, пожалуйста, вот, например, ты пишешь ремикс на 50 Cent, там, либо на Нелли Фуртадо, образно, да, но ведь ты же не можешь его официально выпускать без разрешения авторского права, или я чего-то не знаю? Это Бутлеги называется, да, но это не официальные ремиксы. Ну, получается, что с Шазами, ааа, тогда не было Шазама. Ну, на самом деле, сейчас придумали хитрую вещь, просто перепевают эти же самые хиты, то есть 50 Cent, там, Candy Shop, Candy Shop поет девушка, или там, другой мужчина, и все, это выходит как авторский трек, просто оплачиваешь какие-то авторские права, какой-то процент. Сейчас можно даже посмотреть многие проекты, даже название, там, Block and Chrome, можете посмотреть, они очень много ремиксов делают, таких полу-бутлегов, полу-мешапов, там, It's My Life Bon Jovi, допустим, там вокал Bon Jovi, там, допустим, сэмпл какой-то вообще дисковый, тоже известный, но они выпускают, тем не менее, все это официально выходит на бит-партии, на всех ресурсах. Я думаю, там, они как-то делят смежные права, какие-то отчисления, что-то идет Bon Jovi, что-то идет там, автору бочки, что-то идет автору баса, ну, то есть, там, полноценные, вот, просто мышапы, там, ничего такого нету, и это сейчас в тренде, в тренде, и вся эта тема с каверами, то же самое, ну, то есть, не хочет 50 Cent давать права на свою акапеллу, взял перепел, или не хочет Нелли Фуртада давать права на свою акапеллу, можно Say It Right перепевать, или там, Freed From Design, Да, и можно хоть каждый месяц выпускать, и это будет качать, или там, Дайда и Эминем, thank you, трек, stand, да, not so bad, он вообще выходит, что-то тоже, наверное, каждый месяц выходит, но столько версий выходит этих треков, то, что сейчас такое время просто, поэтому любой вопрос можно решить, но тогда, да, это называлось неофициальные ремиксы, но они были популярны на танцполах, и до сих пор популярны, да, и можно послушать даже именитых диджеев, играющих на фестивалях, тоже очень много реворков, эдитов, мешапов, каких-то собственных заготовок, ну, то есть, не все авторские треки играют, что-то интересное все равно нужно подавать, потому что сейчас музыка выходит более радийно, вот, допустим, сравнить то же самое время 90-х, нулевых, и сейчас, в 90-х музыка вся качевая выходила, просто вся качевая, ты врубаешь телевизор, там играет мистер Вейн, но он качает так, то, что все вот так вот будут танцевать. Ну, это было что-то новое, сейчас мы перегружены просто информацией и количеством музыки, сейчас на любой вкус и цвет нам, пожалуйста. Ну, на самом деле, сейчас музыка немного не такая качевая выходит, то есть, послушай даже современные хиты, Дэвид Гетто, то, что выпускают, это более радийный формат, то есть, раньше и бочка была качевая, и бас был качевый, и вокал более такой заряжающий, а сейчас такое, ну, типа, по радио послушать, да, ну, на танцполе поставить в оригинале трек, ну, не все треки качнут, это нужно какие-то эдиты делать, либо какой-то вип, там, микс, или что-то такое, именно для танцпола, либо какие-то свои эксклюзивные маншапы создавать, что диджеи делают, даже именитые. Скажи, пожалуйста, что такое вип-микс? Ну, вип-микс, это обычно, ну, там, Дон Диабло раньше выпускал, был оригинальный, оригинальный микс, а он делал еще вип-микс, ну, то есть, это более скачевая бочка, это альтернативный вариант, то есть, если оригинал был более радийный, более такой... Спокойный, да, скажем так. Спокойный, да, то вип-микс он делал именно для танцполов, может быть, для своих сетов, а потом, когда он видел, что этот вип-микс скачает лучше, чем оригинал, он его запускал в релиз, вот и все. Ага, просто я встречала много раз версии треков вип-микс, и, честно признаться, я вот не знала, что это такое. Ну, это мое предположение, может быть, у Дон Диабло какие-то свои идеи, но я так предполагаю, что это был какой-то вип-микс именно для сетов. Ну, тебе very important, там все дела, он особенный, да? Да, very important mix, поэтому его нужно обязательно отыграть в своем сете, а потом, если он заходит, его нужно выпустить, чтобы и другие диджей играли. Ну, сейчас не так много выходит, раньше, да, они более чаще встречались. Более часто, да. Да, более часто встречались. Расскажи, пожалуйста, Баур, когда пришло твое чувство комфорта, когда ты уже был финансово свободен как артист? То есть, я так подозреваю, что не сразу же пришла история там с высокими гонорарами там и всем остальным. То есть, когда ты себя начал чувствовать комфортно, и музыка стала твоим заработком, скажем так? Ну, сразу начнем с того, что в наше время чувствовать себя комфортно и безопасно в финансовом плане никогда себя не почувствуешь. Нужно всегда быть начекут, нужно всегда быть в форме, потому что в любой момент может что-то произойти с работой, с гонорарами, там, не знаю, если у тебя есть какие-то накопления, их могут заблокировать, да, вот, ну, может произойти все, что угодно, поэтому я никогда не чувствую себя прям максимально комфортно. Да, были какие-то моменты, когда я уже понял, да, там, есть недвижимость, есть то, есть все, но можно как-то более спокойно себя чувствовать, там, не нужно, там, бегать, собирать каждый месяц, там, что подать, там, за квартиру и так далее, там, с риэлтором договориться. Вот это мне больше всего напрягало, потому что, когда я переехал только в Москву, из Казахстана, тогда все думали, да что, Казахстан, что это такое, там, мустый стан, потому что, ну, риэлторы, они такие, они необразованные люди, поэтому для них, что, Казахстан, что, там, какие-то станы, для них это то же самое было. И они считали, что приехал какой-то чел, там, с четвертой страны мира, и что-то пытается снять тут квартиру и так далее. То есть это реально сложности в этом плане были? Да не то, что сложно, ну, просто я видел это отношение, хотя, блин, ну, столько миллионеров, столько, там, каждый, там, десятый долларовый миллионер, и просто люди от своей тупости не понимали, что происходит. На самом деле отношение такое было, что, блин, ну, мальчик, ты куда пришел? Ты приехал в Москву? Ты откуда вообще? И вот, вот эти моменты были, а когда потом уже это общение прекратилось с риэлторами, ну, как-то попроще стало, потому что постоянно снимать что-то, договариваться, это, конечно, такое было, ну, и иногда тоже бывают какие-то документы оформляя, и мне приходится ездить по таким учреждениям, где много мигрантов и так далее. И, ну, до сих пор чувствуется, ну, не знаю, это бывает раз, там, в год, может быть, и все, поэтому это можно потерпеть. А раньше, ну, бывало это почаще, поэтому, как-то, вот, когда вот эти моменты заканчиваются, и ты уже себя считаешь, ну, как бы, у тебя есть своя недвижимость, у тебя есть то и все, тебе не нужно, там, обращаться по таким вопросам, то ты себя как-то уже комфортнее, ну, тем не менее, да, бывает такое, ну, лишний раз думаешь, ну, ладно, окей, там, человек хочет самоутвердиться за твой счет, какой-то, там, риэлтор, приехавший, там, из какого-то, там, Задрищинска, который сам снимает квартиру и говорит, эта квартира только для славян, а я выгляжу как? Ну, посмотрите на меня, посмотри, я в Европе вообще, когда я одеваю темные очки, мне говорят, this is Scandinavian guy, когда они видят мои глаза, они говорят, скандинавиен, или джеб, джеб, да, в черных очках, незаметно. А какой-то риэлтор говорит, чувак, ты вообще, ты откуда, боли отсюда, вот, говорят, сейчас, подождите, хозяева перезвонят, то есть было такое, что там выбирали из пяти претендентов на квартиру и говорили, Казахстан, ладно, мы тебе перезвоним, сейчас хозяева подумают, я говорю, посмотрите на меня, я могу, я могу на год вперед оплатить, представляете? Я вот, кстати, об этом вообще не подумала, ты такой яркий, вообще симпатичный. Ну, я говорю, это из-за незнания. Вообще, так-то это один из топ-диджеев. Не, ну, это в самом начале было, тогда я не был топ-диджеем, это просто воспоминания там 15-летней давности, когда я только там переезжал, снимал свои первые квартиры, ну, это было вообще прикол, особенно, снимаешь, когда где-то в центре, там, пытаешься что-то снять. Это, конечно, забавно. У меня тоже, у меня друзья рассказывают, там уже, ну, люди, они уже там ближе к доллару, миллионерам, и они тоже снимали себе квартиру, ну, они снимали за 200, там, за 300 тысяч, и им тоже говорят, с чего, у вас паспорт Казахстана, что, у вас вообще деньги есть, или вы... Деньги покажи, потом разговаривать будем. Да, потом, типа, разговаривать будем. Ну, то есть, они считали, что это, там, третья, четвертая страна, но, я думаю, последние года, там, 2022, 2023, 2024, все, наверное, узнали страну такую, Казахстан, да, все, наверное, уже побывали в Казахстане, все открыли карточки, все летают в третьи страны через Казахстан, и все уже, о, Казахстан, да, класс, молодцы, вы супер, вы, ребята, супер, вы такие гостеприимные, да. Я не знаю, правда, сейчас можно для прикола пойти снять квартиру с риэлтором поболтать, знаю, там, Казахстан или нет, или, может, он сам в Казахстан уже переехал. Слушай, ну, ты меня удивила, я не думала об этом вообще. Ну, это прикол, это прикол, можно просто открыть сообщение на ЦА, ой, объявление на ЦА, не просто почитать, там, снимай квартиру с лавяном, там, или еще кому-то, ну, то есть, это было такое забавное, ну, когда вот эти все этапы проходишь, уже, ну, это делает тебя сильнее, это тебя мотивирует, потому что ты думаешь, да ты, чел там, риэлтор, через три года у меня будет своя хата, если хочешь, я могу через тебя ее сдавать, но я не буду через тебя сдавать, потому что ты тупой, потому что ты не разбираешься в странах. И все, лучше я сам сдам ее. Так, ладно, давай теперь расскажешь нам про гастроли. Да, гастроли. Помнишь свои, давай первые гастроли вообще, а потом про международные поговорим. Так, ну, первые гастроли в Казахстане были, когда я в Казахстане жил, меня начали приглашать в города, но там, конечно, городов не так много, объездил города, но после переезда в Москву, конечно, география очень расширилась, прям максимально с 2009 года, очень много гастролей, очень много городов, ну, как-никак, самая огромная страна у нас. Ну, естественно. И за последние 15 лет у меня есть такой график небольшой, ну, где я веду свои гастроли, даже выкладываю их. За последние 15 лет я дал порядка 1400 выступлений, сетов, и в более 200 городах. В более 200 городах. Может быть, даже там, не знаю, сейчас перевалил, там 220-230. Поэтому, ну, это у меня, если где-то выкладываю, то ли на промо-диджи можно посмотреть, просто можете ко мне зайти, посмотреть график гастролей. Я начал его вести там с 2009 года, когда более-менее активно пошли вот эти гастроли, выступления. Там сначала раз в месяц, потом два раза в месяц, потом три раза в месяц, потом каждую неделю, потом шесть выступлений, потом по два выступления в неделю. А бывало такое, что у меня одну неделю было вообще каждый день выступления. Ну, то есть это 2017 год, так получилось, что в Казахстане были праздники, в России были праздники, и получилось то, что я отыграл сначала на праздниках в России, потом улетел посреди недели в Казахстан, и там отыграл четыре сета. То есть бывало такое. Но сейчас я этим не занимаюсь, потому что это прямо сказывается на здоровье. Устал? Нет, это сказывается на здоровье. Поэтому нужен баланс, нужен баланс. Со временем, с возрастом я пришел к тому, что нужен баланс в гастролях, с финансами, с творчеством, с отдыхом и со всем остальным. Нужно соблюдать баланс. Иначе выгораешь, да? Да, чтобы играть в долгую, нужен этот баланс. Нужен отдых. Чтобы играть как Дэвид Гетто до такого возраста, как Тиесто, нужно соблюдать баланс, нужно где у тебя есть возможность отдохнуть, где у тебя есть возможность отказаться, если тебе это неинтересно, это предложение. И вот, поэтому только так. А ты умеешь отдыхать? Да, конечно, умею отдыхать. То есть ты можешь, допустим, на неделю куда-то улететь и вообще не думать о музыке? Ну, о музыке нет. О музыке я думаю каждый день. Но я просто стараюсь разнообразить. То есть, если это диджейсы, это гастроли, это одно. Потом написание музыки, потом просто прослушивание какой-то другой музыки, не обязательно танцевальной. Ну, то есть я стараюсь вот что-то радио послушать, что-то там в интернете послушать, что-то просто там где-то гуляю, слушаю, что за музыка играет. В машине едешь, я обязательно радио ставлю, ну, чтобы там разные радиостанции. Ну, конечно, самая любимая радиостанция, это рекорд, конечно. Только сейчас в Москве я слушаю только рекорд. 89,9 включайте, это самая крутая радиостанция, там всегда треки еще нон-стопом играет. Вот что мне нравится, это реально, ты включаешь радио и играет как диджей-сет. Все треки подобраны, все так круто звучит, все четко сводится. А, то есть там нет такого, что просто подряд идут треки и радиоведущие? Нет, там все сводится, все сводится. Я просто сейчас, на признаться, практически не слушаю в машине радио, поэтому... Ну, это как раньше было, когда рекорд появился в 2011 году, первый раз в Москве. Тогда для всех это было круто. На всех радиостанциях типа играет с треки с паузами, а рекорд именно качает, как диджи-сет. А, миксы, да? Да, ну, то есть там не только микс, а просто получается треки настолько сводятся, красиво, что кажется, что это диджи-сет играет. И динамика сохраняется, и люди включали, и такие, о, прикольно. И музыка еще крутая играет, новинки играют, танцевальная музыка, какие-то там хиты, там с прошлого каверы какие-то, и новые, и все подряд, все это так гармонично сводится, что самое лучшее радио. Ну, Баур является резидентом радио-рекорд. Уже многое время, и очень горд этим, горжусь этим. Это здорово, на самом деле, сейчас радио-рекорд — это радио номер один вообще в России, насколько я знаю. Да, для меня это number one во всем мире. Серьезно. Вопросов нет. А как ты стал резидентом радио-рекорд? Ну, резидентом радио-рекорд, когда вот в Москве началось вещание, 2011 год, тоже история вообще, ну, это фантастическая, просто фантастическая история. Тогда запускали радио-шоу Рекорд Мегамикс, но Рекорд Мегамикс, насколько я помню, то ли там сводился компьютером, то ли это было как-то единоразово, и нам предложили попробовать сделать Мегамикс часовое. Ну, это так было, типа, для теста, ну-ка, попробуйте там, и мы поставим в эфир. Я такой, о, прикольно. Ну, мне Антон Нитрино, мой коллега, соратник, и до сих пор мы работаем с ним. Предложил, говорит, давай, может, попробуем, а что там, ну, типа, необходимый диджей, там, сто треков за час нужно свести. Я говорю, ну, попробуем, попробуем. Сто треков за час? Да, это сумасшедшее было время такое. Очень, очень. То есть, уходил целый день. Нужно было вставать, там, в восемь-девять утра, заранее подбирать треки, конечно же, и за весь день сводишь эти треки по блокам, и все, мы первые запустили радио-шоу, всем понравилось, ну, шестьдесят минут, ну, там не сто, конечно, треков было, ну, с акапеллами, да, сто выходило. И так, с первого радио-шоу мы запустили, и все прошло так гладко, все успешно, что нам предложили, а не хотите каждый день делать? Ну, там не каждый день, там, получается, вторник, среда, четверг, или с понедельника тоже был. Ну, получается, мы всю неделю делали этот рекорд Мегамикс, каждый день новые выпуски. Первое время, конечно, было трудно, потому что сто треков за час нужно было... их надо найти, скомпоновать, скомпилировать, это же целая история. Да, особенно первые выпуски, то есть, там нужно было наработать режим какой-то создательный, то есть, там, восемь, девять вставать, каждый день это делать, добавлять какие-то новые треки, убирать старые треки, потом мы начали добавлять акапеллы, и первое время мы были первые, кто это делал, и, ну, больше, там, потом подключились слайдер Магнит, сейчас Гумгам, тоже успешный проект, потом Перец, наш Сергей Перец, наш общий друг и знакомый, и вот, тогда стало попроще, конечно, но первое время, вот именно мы занимались Мегамиксом по 3-4 дня в неделю, делали их, и, собственно, так мы и попали на рекорд своим трудом, своими усилиями, своей дисциплиной, и своей мотивацией к успеху, ну, тем более, рекорд тогда слушали все в Москве, реально, это такой эффект был, это просто эффект боби, очень круто, я помню, ехал по Москве, ну, лето тоже, там, с мая, июнь, июль, все с открытыми окнами, я еду по Москве, все слушают радио рекорд, это было очень круто, в 7 часов у нас было радио шоу, или с 6 до 7, или с 7 до 8, я уже не помню, рекорд Мегамикс, открываешь окно, все слушают рекорд Мегамикс, думаешь, блин, ну, круто, Москва, столица, самый модный город на то время, все слушают рекорд Мегамикс, это был классный, классный, успех. Расскажи нашим слушателям про дисциплину, дисциплину, потому что очень многие думают, что профессия диджея, она такая расхлябанная, скажем так, но, ну, действительно, и насколько вообще это не так, потому что нужно иметь дисциплину, режим, здоровье, уметь отказывать себе там в разных удовольствиях, потому что каждый день нужно работать, вот расскажи, как у тебя это происходит? Конечно, конечно, дисциплина, это самая важная вещь, диджея, если хочешь играть в долгу, если хочешь, чтобы твоя карьера была, как у Дэвида, Гетты, как у Теста, и так далее, дисциплина, нужна всегда дисциплина, режим, и даже дисциплина, быть расхлябанным, вот как правильно, многие замечают, что диджея там некоторые такие на расслабоне, ну, это типа тусовка, ты все время тусуешься в тусовке, где-то там можешь затусоваться, там где-то там на выходных, там не спать, и так далее, там тусить там со всеми, на это тоже нужна дисциплина, так затусить тоже нужна дисциплина, то есть ты должен знать, окей, ты затусил, но ты должен вовремя остановиться, ты должен там в такое-то время лечь спать, или ты должен в воскресенье остановиться, потому что у тебя в понедельник радиошоу, или во вторник у тебя интервью, и так далее. Даже в этих тусовках должна быть дисциплина. Поэтому во всем дисциплина, труд, режим нужно соблюдать. Как и везде. А скажи про алкоголь. Я уже не пью давно. Уже больше пяти лет не пью. Потому что это реально мешает. Мешала моей жизни, в том числе и гастрольной. Потому что пятница, суббота по два дня постоянные перелёты. Это очень тяжело для организма, для здоровья. Поэтому я решил в один момент, зачем я трачу своё время на вот эти вот рекавери, восстановление и так далее. Просыпаюсь в воскресенье, тяжело. Потом в понедельник только прихожу в себя. Думаю, зачем мучить себя, зачем мучить свой организм. Потому что в жизни столько всего интересного есть. Особенно, когда вылетаешь на гастроли куда-то за рубеж. Или в какой-то красивый город. Или в город, где ты ещё не был. На другой континент. И ты в воскресенье валяешься в отеле и не можешь прийти в себя. Думаешь, да нафиг это нужно. Зачем это нужно? За окном такой прекрасный мир. Лето, солнышко. Сейчас в Москве отличная погода. Если бы я пятницу, субботу, воскресенье тусил. Мы, кстати, были на трансмиссии в субботу. Очень крутое мероприятие. От Radio Record опять же. И вот, если бы я затусил, пришёл бы я сейчас. Ну, блин, не то бы было. Ну, не то бы было. Потому что, ну, как так, погода классная. Нужно наслаждаться жизнью. А я не против каких-то вещей, если это доставляет удовольствие. Но, опять же, в меру. Но мне, допустим, это не доставляет удовольствие. И мне это мешает жить и наслаждаться жизнью. А если это не мешает, зачем мне этим заниматься? Зачем мучить себя и свой организм? И без этого я стал более трудоспособным. Поэтому более активным. И больше работы могу выполнять. Больше городов облететь, объехать. Вижу только плюсы с этого. А про международные гастроли. Какие были твои первые и какие твои самые любимые мировые площадки? Ну да, вот международные гастроли, это, конечно, опять же, совпадение, нет? Как я говорю, диджей Баур, это как будто диджей из Германии. А, и к Германии он полетел. Да, и первые гастроли у меня были в Германии. Это вообще, это просто совпадение. Но на самом деле, очень круто мне понравилось, потому что в Германии очень много наших соотечественников, много кто переехал. Я учился в Астане. В Астане очень много немцев, очень много поляков жило. И я как будто попал туда, куда переехали мои одноклассники. У меня директор переехал школу в Германию. Зауч, учителя. И я попал в эту страну. Как будто бы я попал в 90-е в свое детство. И все такие родные, все такие знакомые. Плюс еще эта страна евро-дэнса, хэппи-хардкора, евро-хауса, который я слушал, заслушал в 90-е. Это были мои кумиры. Плюс тачки, конечно же, тачки. Самые крутые тачки, конечно же, в 90-е. Это Мерс, БМВ, Ауди. И видеть это вживую. Ну, то есть я фанат автомобилей. И мне это было просто в кайф. Полететь в Германию, выступить, опять же, для публики. Ну, я не буду кривить душой. Я играл не... Как сказать? Не для клубной тусовки Германии, не для этой модной, типа Бойлерум, Берлин и так далее. Это не та модная тусовка была. Это в основном были наши соотечественники, которые переехали, наши эмигранты и так далее. Но их много. Их там... Половина Германии это русскоязычные люди. Поэтому с этого все и начиналось. И это просто такой флэшбэк. Флэшбэк. Просто слезы на глаза наворачиваются, потому что ты в нулевых годах ты попадаешь обратно в 90-е. Это прям такое чувство. Но все хотят попасть в прошлое. Что-то было крутое, какие-то воспоминания. Там 90-школы и так далее. А тут ты бац, за один момент ты попадаешь в это время. Ну, хотела бы попасть, правильно? Конечно, это интересно. Какие годы? Думаешь, блин, вот сейчас бы на секунду попасть в то время, когда ты первый раз услышал этот трек, или ты там пошел на школьную дискотеку, или ты когда там увидел малиновые пиджаки, и так далее. А там реально люди, некоторые малиновые пиджака ходят. То есть я приехал на гастроли, там хозяин клуба, в малиновом пиджаке, с такой цепью, на БМВ, такой веселый. Я такой, ничего себе, вот это круто. Это реально круто было, такие впечатления. Флэшбэк, реально флэшбэк. И то же самое, Брайтон Бич, тот же самый взять в Штатах, когда я первый раз поехал на Брайтон Бич, и выступал это, я тоже попал как будто в 90-е, в нулевые года. И это реально флэшбэк, очень-очень крутые флэшбэки, очень крутое чувство. Иногда хочется туда вернуться. А какие площадки твои самые любимые? Ну, самые любимые, опять же, повторюсь, это все мероприятия рекорда, все мероприятия рекорда, которые проходили в Москве, в Питере, по России, по всем городам, самые крутые вечеринки, самые хорошие площадки. Я не скажу, что где-то за рубежом площадки, ну, за исключением, там, конечно, Ультра, Tomorrowland и так далее. А ты был там? Я не играл там. Я не играл там, поэтому мне пока не с чем сравнить, но я много путешествовал, много выступал по зарубежным клубам. Я думаю, ничем не хуже. Мы ничем не хуже, поэтому местами даже лучше. Так что я ценю прежде всего наши площадки, наши мероприятия. Мероприятия Радио Рекорд это одни из лучших, даже лучшие в России, в СНГ и одни из лучших в мире. Ничем не уступают. Ничем не уступают. И даже по хедлайнерам, если посмотреть нулевые, десятые годы, можно посмотреть все сенсейшены, когда Рекорд привозил будущих звезд Мартина Геррикса, Никера Мера, когда они только на взлете были, но, блин, даже за рубежом их не возили. Рекорд были первыми. А с кем из таких именитых диджеев, музыкантов ты работал зарубежно? С Армином, с Доном Диабло, да. Опять же, это благодаря Рекорду, на всех мероприятиях Рекорда. Я говорю, самые крутые тусовки, самые именитые звезды, громкие имена. Тут Джамма тоже, который сейчас очень хорошо работает. Робин Шульц, очень талантливый музыкант. Как диджей, конечно, у него чуть-чуть такой формат не прям для нашей публики, но мне очень нравится то, что он выпускает, особенно вот этот последний трек с Оливером 3, вообще просто пушка. Я думаю, именно Робин Шульц задал вот этот вектор, который сейчас популярен Hyper Techno, 150 BPM, он первый начал. И сейчас уже очень много музыки выпускается в таком стиле, именно ИТЕСТ выпускает, это Дэвид Гетто. Это возвращение в этот техно-рейв, который был в 90-х, ровно 30 лет назад от музыки, которую мы фанатели, это Scooter, это Dune и так далее, все эти немецкие проекты Westbound, Marussia и так далее. Эта музыка вся возвращается, и сейчас можно услышать ее по радио, чему я очень рад, потому что, опять же, это флешбек, ты слышишь вот эти мелодии и ритмы из прошлого. Слушай, но они сильные, конечно, радиорекорд, молодцы, безусловно. Лучшие, лучшие. Классно. А про Luxury Music сейчас, рекорд лейбл ваш называется El Music, правильно? Да, El Music, да, да. А как ты стал музыкальным директором? Музыкальным директором, ну, я один из тех, вместе с Neutrino, кто чуть ли не с самого начала, но мы там резиденты, вот там с 2008-2009 года и до сих пор мы резиденты, и самое долгое время, наверное, находимся на лейбле, потому что кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то там появляется на несколько лет, кто-то там подольше, но в любом случае текучка идет, команда меняется, а вы такой костяк, да, смотри на... Да, мы костяк, да, и именно там по прошествии, может быть, там 7-8 лет, когда мы выпускали релизы, но Антон предложил, давай ты будешь музыкальным директором, ну, это как бы должность опять же номинальная, а так по лейблу, ну, опять же, как я и рассказывал, все началось, когда мы познакомились с Neutrino, тогда я вступил в Luxury Music, что дало мне большой прям толчок в карьере, чему я очень благодарен и Антону, и всей команде, Luxury Music, сейчас All Music, и, собственно, работаем до сих пор уже более 15 лет, более 15 лет. Какие вы молодцы, но чтобы ваш рекорд-лейбл еще в два раза столько же жил. Спасибо большое, спасибо большое. Баура, расскажи, пожалуйста, нашим молодым, например, выпускникам и молодым артистам, что бы ты им пожелал и как сегодня продвигать себя? Я бы пожелал работать, опять же, работать. На заводе. На заводе параллельно диджеями. Потому что не факт, что гонорар будет высок. Ну, первое время, может быть, да, чтобы стать как-то финансово независимым и более свободно себя чувствовать, какое-то время уделить музыке, ну, чтобы можно было спокойно сесть и записать трек, не бегая куда-то, ну, чтобы были какие-то финансовые подушки, какие-то накопления, чтобы можно было посидеть, не спеша создать трек. И нужен, конечно, хит, нужен бэнгер, нужен хит, потому что сейчас есть много площадок, где можно издавать, ну, то есть, в наше время, там, 90-х, нулевых, начало нулевых, это было невозможно, потому что все выпускали на пластинках, а чтобы выпустить на пластинке трек, это нужно было такой мега хит записать, он прошел бы там несколько, не знаю, этапов согласования перед тем, как выпустить трек. а сейчас все на самом деле очень легко, очень много лейблов, но нужен именно хит, нужен бэнгер. А есть какой-то вообще секрет? Секрет хита? Ну, конечно. Секрет хита, это либо сделать какой-то кавер на старый хит, но их очень много, либо создать какой-то новый звук, новый звук, новый стиль, и, ну, как Мартин Геррикс в свое время стрельнул с Animals, да, он создал что-то новое, ой, это такой был трек, я его заслушала. 2013 год, это было начало идеи. Ему 16 лет было. Ему 16 лет, да, он вообще красавчик, создал этот трек, и все, и сразу же взлетел, просто сразу же взлетел. С одного трека, Да, и с этого все началось, и DM движение, потом начали выпускаться такие треки. То же самое, вот вернусь к разговору о Робине Шульце тоже, он выпустил этот Hypertechno трек 150 BPM, который везде залетел, везде на радио, сейчас тоже мы видим волну вот этого Hypertechno быстрого, и я думаю, она тоже где-то в ближайший год будет в моде, так что, вот такие треки, которые меняют направление, которые меняют стиль, что-то превозносят новое, что-то появляется новое, они могут очень хорошо помочь в продвижении карьеры. То есть в любом случае нужно писать музыку правильно? Желательно, да, потому что диджеев очень много, но и сейчас, как обычный диджеев, без трека, без своего продакшена, на диджеи, если много не заработаешь, потому что диджеи, к сожалению, не такая высокооплачиваемая профессия, как была раньше, поэтому просто стоять диджеить, очень много демперов появилось, кто прям... Демпингует цены, да, роняет цены, да, то есть готовы там всю ночь поставить свой контроллер, просто им там налейте, чуть-чуть попить, там покушать, и чуть-чуть денежки дать, и они готовы играть всю ночь, то есть, поэтому просто диджеить, ну, просто на жизни не хватит, поэтому, тут выбирайте сами, если вы хотите именно диджеить, и зарабатывать, и заниматься этим долго, поэтому для игры в долгую нужно что-то свое придумывать, либо продакшен, либо хит, либо что-то уникальное, либо какой-то образ создавать, ну, как многие делают. Раньше достаточно был, да, какой-то яркий образ, что-то такое, там, модно одеться, фэшн, мэшн, что-то такое, и все, и ты, тебя возят, и плюс ты еще диджея с Москвы, или ты там резидент клуба РА, или резиденты Соха Румс, и все, это тоже тебе давало плюс, а сейчас тоже нет. Но сейчас этого недостаточно, сейчас очень много ярких личностей, да, которые ты просто, если закроешь глаза и будешь их слушать, тебя вряд ли чем-либо удивят. Да, да, поэтому изначально, я думаю, нужно настраиваться на путь именно музыканта, продюсера, создавать какой-то свой хит, пытаться, и я думаю, все получится, главное трудиться, главное, опять же, дисциплина, трудолюбие. А у тебя никогда не было такого ощущения, там, всегда ли все было по маслу, опускались ли руки? Да нет, на самом деле, не всегда все было по маслу, но опять же, как я рассказывал, при переезде в Москву, ну, блин, кому понравится, да, я приехал, как какой-то мигрант, чуть там, общаясь с людьми непонятными, и пытаясь что-то им доказать, то, что Казахстан, это не бедная, ничем не беднее страна, это одна из лучших стран, и по количеству долларов, миллионеров, может быть, там, входит в число одни, ну, то есть, были такие времена, бывают, ну, зачем опускать руки, это, особенно в последнее время, я считаю так, ну, лучше там, перетерпеть минуту-две, если ты там общаешься даже с кем-то неприятным, тебе каким-то человеком, или в какой-то неприятной ситуации, она в любом случае закончится, эта ситуация не будет продолжаться вечно, но нужно просто ее, как пережить, переждать, и все, и дальше все пойдет нормально, а смысл, да, допустим, какая-то ситуация, что-то тебе не нравится, и ты разворачиваешься и уходишь, ну, что, кому-то что-то казал, ты просто ушел, и не попробовал, да, а лучше, может быть, подождать, попробовать, если получится, то будет круто, но не получится, ну, по крайней мере, ты попробовал, правильно? Ну, в общем, ты очень такой позитивно мыслящий. Да, а зачем, ну, как бы, я даже, когда люди начинают ругаться, да, я стараюсь тоже, ну, как бы им не отвечать взаимности, потому что, когда ты начинаешь повышать тон, когда ты начинаешь говорить какие-то слова неприятные, да, ты прежде всего портишь настроение себе, поэтому я думаю о себе, если я начну ругаться, я испорчу настроение не ему, а себе, а зачем я это буду делать? Согласна. А во время твоих выступлений были какие-нибудь курьезные ситуации? Курьезные? Ну, бывали, да, конечно, но сейчас я стараюсь максимально четко подходить, поделить к своей работе и избежать таких курьезов, но бывало такое то, что там встаешь играть, допустим, сейчас же все с флешек играют, и, допустим, если не успел саундчек сделать, ну, только приехал там на гастроли и сразу за пульт надо вставать, и бац, у тебя флешка не читается, ну, какие-то аппараты старые или прошивка старая, и думаешь, блин, что делать? Ну, сейчас у меня просто несколько флешек, я беру и старые, и новые флешки, и разные флешки, чтобы, и даже диски с собой вожу на эти случаи, поэтому такие курьезы просто, ну, как бы сразу отлетают, но бывает такое, что пару раз было, я вставал играть, то есть ставлю первый трек, ну, обычно должен быть линк на втором кармане, я ставлю первый трек, там меня объявляют ведущие, все дела, все круто, и они куда-то уходят, все ведущие, диджей, арт-директор, все выходят, а мне нужно сводить второй трек, а линк не работает. А второй флешки нет? Второй флешки, да, нет, потому что мне говорили, что флешка работает, все супер, все четко, и все нормально, и все куда-то убегают, и ты начинаешь думать, блин, кому звонить, кого там звать, а там трек, допустим, играет, ну, там, 3-4, или там, 5 минут, но я сейчас стараюсь первые треки подольше ставить, кстати, для диджея, когда начинаете сет, да, ставьте первый трек подольше, либо там, ну, заготовку делайте, чтобы на такие случаи, если там оборудование, или там линк слетел, или еще что-то, чтобы, ну, было время это все исправить, и вот, ну, бывало пару случаев, когда я просто там не мог дозвониться до арт-директора, или до резидента, чтобы он подбежал там, ну, там посмотрел, что с линком, или так далее, и мне приходилось просто на эхе сводить, то есть у меня заканчивался первый трек, и я просто там ставил такое адское эхо, и с этого же кармана, то есть нажимал на стоп, и нажимал опять на плей, с какого-то там вообще другого трека, то есть, блин, ну, это пару раз был, но это реально страшный сон диджея, мне иногда даже бывают такие сны снятся, когда я играю в клубе, и я не могу свести второй трек, и что-то из-за каких-то неполадок, и что, это кошмар, да, это вообще, это кошмар диджея любого, когда ты играешь, и ты такой, блин, у тебя сейчас трек же закончится, а ты не можешь второй поставить, потому что там какие-то неполадки, что-то не работает, линк слетел, или что-то такое, и ты думаешь, блин, а что делать, ну, реально полный танцпол, все танцуют, сейчас у тебя трек закончится, что делать, ну, ты пытаешься через эхо это делать, но это во сне, но сейчас я стараюсь этого избежать, но, так же бывает с перелетами, конечно, очень много у меня, технически, ладно, с перелетами, ну, там, отмена рейса, задержка рейса, да, особенно если там по два города, допустим, в неделю, в пятницу ты прилетаешь с одного города, в субботу летишь в другой город, и если, допустим, первый рейс задерживают, ты не успеваешь на второй, и вот эти форс-мажоры, они тоже, они добавляют, ну, немного такой нервозности, я сейчас стараюсь брать стыковки подольше, более четырех часов, чтобы вдруг, если что, ну, мне нравится, аэрофлот, допустим, они стараются никогда не задерживать, ну, то есть на них можно положиться, но, тем не менее, я с ними даже беру, по длине стыковки, потому что, если я даже, я раньше прилечу, у нас в Шереметьево есть душ, у нас есть отличный бизнес лаунж, один из лучших в мире, и я иду просто там отдыхаю, схожу в душ, помоюсь, позавтракаю, покушаю, просто почилю, отдохну, там есть рабочие зоны, я лучше пойду там отдохну, чем вот эти вот нервики создавать, с короткими стыковками, но один раз у меня был такой случай, вообще смешной, я брал длинную стыковку, я как раз был на гастролях в Америке, прилетел в Сан-Франциско, и думаю, блин, у меня длинная стыковка, я хочу поехать посмотреть город, у меня было там часов 5 или 6, а у меня дальше самолет в Лос-Анджелес был, и поехал, короче, в город, еду в город, а там что-то, ну, там не все так четко, там метро, не минута в минуту работает, ну, не как у нас, допустим, секунду в секунду, не каждую минуту там метро приходит, и вот, и что-то я задержался в городе, там, с метро пошло как-то не по расписанию, да, такси там нереально ловить, выходить что-то, и я понимаю, что я уже опаздываю на свой рейс, я еду обратно в аэропорт, и тут там получаются монорельсы, когда в аэропорт ездишь, ну, то ты сверху, и просто поезд останавливается, и стоит там, не знаю, минут 5, может быть, и больше, я думаю, блин, ну все, я уже точно опаздываю, что делать, короче, но я тем не менее, я всегда, даже когда опаздываю, в любой безвыходной ситуации, я просто иду до конца, просто чтобы посмотреть, чем там все это закончится, в итоге я понимаю, что рейс мой все улетел, но я все равно иду, прохожу все контроли, подбегаю к гейту к своему, самолет все улетел, там минут 15 назад, но мне повезло, что там стоял представитель компании, и он собирал что-то документы, все там, все, кто улетел, не улетел, я к нему подбегаю, там на английском, man, sorry, I'm late for my race, I'm late for my flight, I miss it, sorry, security was long, и так далее, но сейчас я говорю на таком ломаном английском, ну там я английский лучше знал, сейчас практики уже нет, сейчас редко летаю, поэтому подхожу, объясняю всю ситуацию, что там трафик и так далее, там метро задержалось, security, а там security реально долго осматривается, там очень много азиатов, и они прям любят мужчин осматривать, прям, они минут 5-7 меня осматривали, или пока что, да ты что, там можно вообще засмотреться, вообще, ну, блин, такая ситуация, в итоге я подбегаю, говорю, все, я опоздал, sorry, и так далее, что мне делать, блин, мой рейс, а я уже смотрю, следующий рейс, сколько он стоит, я уже смотрю отели, а у меня уже отель был забукирован, там уже все слетает, и этот мужчина, он мне говорит, man, don't worry, it's no problem, don't worry, сейчас я посмотрю следующий рейс, у нас есть еще несколько рейсов, наша авиакомпания в LA, именно в аэропорт LAX, сейчас я проверю, если есть свободные места, я тебя поменяю, don't worry, подожди, типа wait, и смотрит рейс, и говорит, так, ну, есть рейс через полтора часа, есть рейс через три часа, какой хочешь, я говорю, конечно, через полтора часа, чтобы побыстрее улететь, он говорит, ну, проблем, давай свой билет, говорит, ну, а у меня тикет уже распечатанный был, ну, то есть у меня все распечатано, все готово было, я просто полетел, просто хотел Сан-Франциско посмотреть, и не посмотрел из-за этого, и он берет, так, рвет, и достает мне новый тикет, ну, посадочный талон, бординг пасс, новый достает, говорит, man, it's your new boarding pass, your flight in one and a half hour, и говорит, только не отходи, пожалуйста, никуда, вот, будь где-то рядом, никуда, даже денег не взял, а, я говорю, сколько должен, ну, типа, сколько заберено, он говорит, ничего не должен, нон-твори, у нас было, у нас было свободное место на следующий рейс, поэтому абсолютно бесплатно, но у меня был какой-то тариф там хороший, видимо, может быть, из-за этого, он говорит, ничего, никаких денег, просто не отходи, не уходи, просто здесь побыть рядом, потому что, когда пойдет посадка, ты заходи и улетай, и все, я верю, а что, фанатовый? Да не, не, ну, как там, блин, Сан-Франциско, тем более, там не русскоязычный, был трушный, ну, кто там родился, ну, вот так вот ситуация разрешилась, после этого я стараюсь, ну, пораньше приезжать в аэропорт, когда такие долгие стыковки, я лучше побуду в аэропорту, там, поработаю, по Чилю, чем куда-то ехать в город, ну, раньше, да, я бывал, там, какие-то стыковки через, там, Будапешт, еду Будапешт посмотреть, ну, интересно, там, Милан, там, первое время ездил, ну, там, типа, час на поезде, ты там, город можешь посмотреть, потом обратно прилетаешь, но сейчас я этим не занимаюсь, потому что разные ситуации бывают, и особенно, когда такие перелеты, а сейчас с перелетами вообще лучше не шутить, потому что сейчас в основном летаем, там, через Стамбул и так далее, и там, если ты пропускаешь одну стыковку, у тебя все летит просто, там, да, и это очень дорого, очень дорого, там, пропустив одну стыковку, потом очень дорого это все выходит, а если тебе куда-то еще на гастроли нужно идти, это тоже, это обязательство, финансовое обязательство, и подводить просто партнеров тоже, нельзя, нельзя, Поэтому это исключено. Так что такие вот ситуации, такие вот истории. — Спасибо тебе! — Самолёт, аэропорт и так далее, но это бывает так. — Это такая интересная жизнь. — Да, и недавно тоже был случай, короче, прикол, но такое, конечно, не для слабонервных, когда я ехал тоже с гастролей где-то в аэропорт, в аэропорт около Нижнего Новгорода, и что-то тогда гололёдица была, меня вёз водитель, и в какой-то момент встречная машина, получается, поворачивала налево, и перед нами водитель, и решил пропустить на трассе, представляешь, на трассе 120, и этот чел впереди нас пропускает того, а там все летят 120, мы не успеваем остановить, но мой водитель как-то выруливает, а сзади чувак не успел, и я что-то сидел, и я помню, просто сижу на заднем сидении, и у меня голова так, бац, переднее сидение, и я такой, оп, все, пришел, а что такое было, реально, бывали такие случаи, и я просто потом вышел, ну ладно, окей, все живы, водитель, конечно, там же остался, я вышел просто на другой машине и уехал, и все, ну как бы не мы были виноваты, виноват был водитель, который спереди, но такое тоже случается, поэтому я стараюсь всегда заранее выехать, да, это форс-мажор, ну такое бывает, такое бывает, спасибо тебе за твою историю, я никому стараюсь не рассказывать, особенно там родителям, или чтобы они не переживали, а то такое расскажу, иду, блин, ну все, они езжай на гастрое. Ну все, поэтому мы, значит, рассказываем это на ютубе, можно это вырезать, но разное бывает, то есть, чтобы не думали, что у диджеев, да, такая там шикарная жизнь, все круто на гастрое, там бизнес-классы, все дела, девочки, там клубы, вип и так далее, разное бывает, даже бывают такие ситуации. А звездная болезнь, она тебя коснулась? На самом деле, я считаю, что нет, потому что все это пришло в таком достаточно уже во взрослом возрасте, в осознанном возрасте, единственное, я с годами начал, научился отсеивать людей, отсеивать, ну кто-то может сказать, что это звездная болезнь, да, но я научился отсеивать людей, именно тех, которые просто хотят твое время отнять или потратить твое время, или ты приезжаешь на гастроли, просто кто-то хочет проверить, сколько ты выпьешь, или просто хотят проверить на слабо, просто хотят проверить твое здоровье, типа, да пойдем тусоваться, пойдем пить, там, и так далее. Ну, раньше, да, по своей доброте, я как бы общался со всеми, там, старался и там, и там, и с хозяинами, с арт-директорами, с диджейами, ну, со всеми пообщаться, и там, ну, сейчас я более профессионально отношусь к своему делу, ну, то есть, если это работа, то я там приезжаю, там, за час, за сета, за два, чисто все рабочие моменты, главное круто отыграть профессионально, и все, а то, что ты будешь общаться, ну, да, ты там, ты посидишь с арт-директором, да, ты там, пообщаешься с ним, что-то там ему, ну, выпьешь с ним, да, это ему понравится, ну, блин, ну, это вред здоровью, вред твоему организму, и это минус твоему сету, потому что самый лучший сет, это когда диджей в трезвом, в осознанном состоянии играет, ну, в максимально трезвом виде вступает, можно так сказать, и все, потому что это самое адекватное состояние. Спасибо, и давай финальный вопрос, о чем ты мечтаешь, Баур? Ну, это сложный вопрос, много, много, о чем мечтаю, много задач, много целей стоит. Мы говорим не про задачи и цели, а вот внутри, вот какая твоя завета? Ну, глобально, если посмотреть, жизнь настолько интересная штука, что я мечтаю жить ее как можно дольше, и я желаю, чтобы люди жили ее как можно дольше, мечтаю, чтобы придумали такой препарат, который пролонгирует нашу жизнь, жизнь всех людей на планете, земля, чтобы люди не уходили раньше времени, ну, как минимум, чтобы все сто лет жили. Это моя глобальная мечта, я глобальные цели ставлю выше, чем свои. Интересно. Спасибо тебе большое за интервью. И самый последний вопрос, а ты прическу сам себе делаешь? Прическу, у меня волосы очень жесткие, поэтому я всегда в салоне делаю, их нужно укладывать. Я вот наблюдаю за тобой, у тебя просто волосочек-волосочек, настолько классно они лежат, ну, правда. Спасибо большое. Два раза в неделю хожу к мастерам, они мне укладывают, стригут. Это часть имиджа, поэтому за этим нужно следить. Ну, это очень круто, выглядишь ты классно, мне нравится. Спасибо большое, спасибо, ты тоже. Благодарю. Очень нравится, супер, да. Спасибо. Дорогие друзья, это был диджей Баур. Пишите в своих комментариях, как вам наше интервью, кого бы вы еще хотели увидеть, с кем, чтобы я пообщалась, какие вопросы. Баур, спасибо тебе большое, спасибо, что приехал. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что приехал. Да, было очень круто. Мне тоже все очень понравилось. Всем желаю здоровья, счастья, максимального счастья, крутого летнего сезона. Спасибо, что смотрели. Приходите в аудио-школу диджей Грува, здесь всегда круто, здесь веселая команда, позитивная, все добрые. Прям вообще супер. Спасибо тебе большое. А мы пойдем на твои концерты. Спасибо. Класс. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.